Левый. Хорошо, правый. Это не развлечение, а полноценный терапевтический сеанс. Использовать собаку как лечебный снаряд в нашей стране начали еще в 90-х. Сегодня канистерапия – это официальная реабилитационная методика. Хорошие результаты метод дает при лечении ДЦП и в работе с детьми-аутистами. Благодаря канистерапии ребенка учат эмпатии. Понимать, что собака – живое существо, что собака чувствует, она может радоваться, ей может быть больно, и ребенок мягче входит в социальную среду. Завести животное дома вовсе не панацея. Без контроля психолога от такого общения у ребят-инвалидов может даже наступить регресс. Направляет процесс канистерапии психолога. Хозяин собаки контролирует ее поведение. Лицензия для работы с мохнатыми терапевтами пока не нужна, а вот отдельный ГОСТ уже существует. Его утвердили в 2015-м. Получить удостоверение пока можно только в Петербурге. Именно там собирается аттестационная комиссия. Собачки проходят тестирование, психологическое тестирование, в соответствии с которым определяют возможность собаки взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Собачку дергают за уши, за хвост и фиксируют ее реакцию. После этого животные хозяин проходят специальный курс подготовки, получают международный сертификат и заносятся в реестр. В Тюмени такое обучение пока не проводят. Ближайшие города Екатеринбург и Омск. Нет у нас и сертифицированных собак-серапевтов. Зато велика потребность, ведь положительная практика таких занятий уже была. Мы пробовали элементы канистерапии внедрять в работу нашей службы сопровождение детей с расстройством аутистического спектра. У нас случилось чудо. Двое детей, которых родители считали боящимися собак, играли с собаками, погладили собачек и, в общем-то, поняли, что они их не боятся. Для этой встречи тюменские заводчики отобрали только самых спокойных животных. Вот типа вот такой собаки, мне кажется, канистерапии должна подсходить. И даже ласки не хватает. А когда у нас ребятишки приходят, они даже не рычат, когда я иду отбираю. В питомнике у Михаила живут ездовые собаки. Молодые сибирские хаски по натуре добрые, но гиперактивные. А вот собаки постарше уже готовы к ленивому общению. К нам приезжали просто с больными детьми. Я говорю, ребята, без проблем приезжайте бесплатно. Но люди, которые были, вот просто ребенок не отходил от собаки. Для организации не хватает, это просто на самом деле тренера. Я могу собаку дать оборудование, которое нужно, например, предоставить место. Но пока из Тюмени только один человек подал заявку на обучение собаки. Если найдутся и другие, то в нашем городе тоже начнут применять эффективное живое лекарство. Екатерина Шадрина, Дмитрий Бурматов, Тюменское время.